Марк, привет. Здравствуйте, Ури. Начнем сейчас. Хорошо. Сейчас я запись включил, ну, теперь возвращаемся к тексту. Да, так вот, концовка. Давайте ее просто чуть более внимательно прочитаем, насколько она важна. Трудно сказать, но, может быть, и есть у нее какой-то смысл. Я напомню, в чем там было дело. Значит, у нас было две версии того, почему девушка помолвленная, ну, Ресет, с точки зрения мудрецов, не должна есть труму, то есть возношение, если она помолвлена с Каэном, то есть Каэн, который берет девушку, она до поры до времени не может есть до того, как она вступает уже в окончательные брачные отношения, то есть хупа, тогда она может есть вот эти самые приношения, то есть все ту еду, которую ест священник и его семья. Ну, и вот это мнение мудрецов, оно как бы оказывается чем-то связанным с каким-то постановлением, да, потому что изначально решили, там были вопросы относительно того, что же, собственно говоря, произошло, да, как осуществился этот самый Кедушин, как она была помолвлена, она была помолвлена с помощью полового акта или нет, с помощью полового акта, то вроде должна есть. В общем, я не буду сейчас напоминать весь порядок рассуждений Талмуда, но главное, в концовке, да, мы остановились на том, что были приведены две точки зрения, почему, собственно говоря, мудрецы считают, что эта девушка не может есть эти самые приношения, несмотря на то, что вроде бы она по закону Торы, она вроде бы является его женой и должна есть эти приношения. Ну и там было два варианта, да, один вариант был такой, что поскольку она в качестве помолвленной девушки находится в доме своего отца, то она может этой самой трумой, то есть возношениями, то есть едой, которая предназначена только для Каэнов, накормить своих братьев, сестер, отца, и тем самым получится, что они съели не то, что им положено, то есть то съели не положено им и нарушили тем самым заповеди. А второй вариант был, он назывался таким словом, да, сфимпон, то есть это нечто, что является отменой, отменой некого договора, да, то есть сфимпон это причина, по которой я могу отказаться от покупки, да, что пил в холодильник, приехал домой, он у меня не работает, я могу отказаться от этой покупки, сказать, что вот холодильник не работает, вы мне продали не то. Но если говорить про педушин, например, то здесь текает вопрос, что значит он может отказаться, да, то есть почему он может отказаться? Ну, он может отказаться от брачного договора по каким-то уважительным причинам, да, просто так он, да, вроде бы договора отказаться от брачного не может. Ну и у нас было сравнение, да, то есть дело в том, что Ула у нас что говорит, да, как раз говорил о том, что она может, вот, собственно говоря, накормить, да, этой трумой своих братьев и сестер. А Бен Багбак сказал симпон. И симпон, он говорит, что нет, симпон мы не можем считать причиной того, что она не должна есть труму, потому что, например, с рабами симпон не работает. У нас там был Кальвахомер, помните, Кальвахомер какой? Если уж хаманейская рабыня, которую, если ею овладел хозяин, да, или овладел ею тогда, когда он еще не был ее хозяин, то тем самым, да, собственно говоря, никакой трумы, конечно, этот акт, да, этот половой акт с ней, он не ведет к тому, что она может есть труму, если, значит, Кальвахомер так поступил. А если он ее купил, то она становится его собственностью, да, и тогда может есть действительно труму. А здесь девушка, с которой он совершил помолвку с помощью полового акта, то тем более, да, потому что, да, если уж он совершил помолвку с помощью полового акта, и половый акт является окончательным браком, то тогда, конечно, она ест эту самую труму. Ну, и тем более, если он заключает помолвку с помощью денег, то тем более это должно работать, потому что вроде бы как с вот этой самой рабыней это работает. То есть вот этот Кальвахомер, да, он связывал анонейскую рабыню, женщину определенным образом, да, отсюда мы делали вывод, и попытка была сделать вывод относительно этой самой помолвленной девушки, которая может есть трубу. Ну, и было высказано соображение, было, них ушли симпон, а вот симпон там, отмена, разве мы как бы не беспокоимся о том, что может произойти отмена вот этого самого договора, либо покупки, да, либо покупки вот этой самой хананейской рабыни, либо касс от брачного договора. И вот на это Бен Бакбак говорит нам, что симпон, да, а Вадим Лейтли, он говорит, что нет, вот этот симпон, то есть попытка отменить сделку с рабами не работает. Почему? Если речь идет про некоторые, так сказать, изъяны, внешние изъяны этого самого раба, то внешние изъяны они видны. А если сокрытые изъяны, то непонятно, на что они, собственно говоря, влияют, эти сокрытые. По сути дела, на что получается? Получается, что когда этот самый Бен Бакбак говорит нам о том, что вот этот симпон, да, он не работает, вот мы здесь, да, видите, поскольку для рабов нет вообще симпона. И Гемара поясняет, если говорить об опасении, что раба обнаружатся открытые изъяны, то в этом нет смысла, потому что он видит, да, видит все его изъяны, что он осматривает раба и видит, там, хромой он или нет, есть у него все пальцы, не все пальцы, он берет раба для того, чтобы тот работал. И поэтому, в общем, все, что нужно, он видит. А скрытые, скрытые не видит. Но даже если речь идет о скрытых, то если говорить об опасении, что хозяин раба захочет отменить покупку, причине скрытых изъянов, то он так не может поступить, потому что какое ему дело, май навкали мины, так перевел здесь переводчик, какое ему до этого дело, жду изъянов, скрытых изъянов раба. Ведь он нужен ему для работы. Вело их патли, и ему все равно, есть ли у раба эти самые скрытые изъяны или нет этих скрытых изъянов. Значит, поскольку у нас есть вот это сопоставление между хананейской девушкой, да, и еврейской девушкой, которую человек берет в жены, то мог бы возникнуть соблазн интерпретировать вот эти скрытые или открытые изъяны, да, следующим образом, потому что поскольку женщину берет человек в жены, для того, чтобы она ему рожала детей, он не может осмотреть, хотя на самом деле есть процедура осмотра вообще-то в принципе, да, но когда он раба покупает, то тоже непонятно. Но, наверное, речь идет не об этом, да, то есть речь, скорее всего, идет о каких-то, ментальных изъянов, да, то есть если человек собирается жениться, то ментальные изъяны – это дело такое, да, то есть то, что называется «у нее тараканы», это никак не проверишь. Насчет тараканов у раба, ну, есть тараканы у раба или нет, или у рабы, это не важно, потому что, в общем, берется раб для работы и так далее. И подтверждением вот этого противопоставления, да, то есть мы могли бы сказать, что внешне, то есть здесь есть противопоставление «галуй», «бегалуй» и «бесетер». «Бегалуй» – это открытые изъяны, «бесетер» – это сокрытые изъяны. Ну, и мы могли бы говорить, вот, как я уже сказал, да, то есть открытые – это то, что видно, как бы, когда человек одет, а сокрытые – это те, что находятся под одеждой, да, но, наверное, это не правомерно, потому что раба, наверное, тоже осматривают как целиком, в том числе и без одежды, или рабы, но тем более, да, значит, вот она может принести приплод, так сказать, и так далее, то есть, наверное, речь идет не об этом противопоставлении, не о противопоставлении сокрытых частей тела и открытых частей тела, а о изъянах, как бы, телесных и изъянах ментальных, то есть, богалу – это то, что является телесным, а бессетер – это то, что является ментальным, и подтверждением этому является продолжение, да, там не говорится о том, что, ну, например, если он опасается, что немца гана в о кубиастус, если он вор, или кубиастус – это похитители людей, здесь перевели, но, в принципе, это может быть и игрок, да, то есть, играющий в кубиот, кубиот, кубики, то есть, это игрок, который, мы сахэк, мы кубия, есть такое выражение в Мишне, то есть, человек, который играет в эти самые кубики, азартный игрок, да, то есть, вот выяснилось, например, этот самый раб, он вор, или игрок, и можно было бы сказать, что тогда я могу сказать, что вот я купил раба, но он оказался негодным, вор или игрок, но, тем не менее, здесь тоже нет симпона, то есть, нет вот этого оправдания, почему, потому что раб уже принадлежит ему, и он не может отменить покупку, потому что обычные рабы, так говорит Раши, как правило, воры и игроки, и это их качество известно, то есть, когда человек, который покупает раба, он не может говорить о том, что тот может оказаться с такого рода ментальным изъяном, то есть, изначально он оказывается перед фактом того, что он берет человека с ментальным изъяном, мы могли бы здесь говорить о неправомерном отношении, к рабам и так далее, может быть, да, но, тем не менее, здесь вот такой тезис, да, что ментальные изъяны так или иначе есть, и поэтому человек, который покупает раба, должен принять во внимание то, что он может оказаться с большой долей вероятности человек с этим самым ментальным изъяном. Май Имрат, и о каком еще изъяне раба ты можешь сказать, что может стать причиной отмены покупки, ну, например, листим изуян, если он вообще вооруженный бандит, о нихтофлималхут, о, если его разыскивают, его разыскивает милиция, или он оказывается как бы подспудно этим вооруженным бандитом, то это тоже не оправдание. Почему? Гангу кала итлеу, потому что если речь идет о таких людях, то есть с каким-то радикальным ментальным изъянам, который как бы угрожает сообществу, то это обычно известно. Итли кала, то есть это есть молва, которая об этом говорит, и поэтому, когда ты покупаешь раба, то мало доли вероятности, что и купишь того, кого разыскивает милиция, потому что все перед тем, как идти на рынок, да, читают сначала газеты, кто там разыскивается и так далее, везде висят фотографии, и поэтому такого раба ты не купишь. Ну и в итоге вот эта концовка, которая у нас была немножко смазана, да, Гимар задает вопрос, а в чем разница между этим Йохананом Бэг-Баг-Багом и рабе Иуда Бенптейра в изложении раввины? То есть у них, собственно говоря, вот эти два, две причины, почему девушка, помолвленная, не может есть труму до тех пор, пока брак окончательно не завершен. Один говорит из-за того, что может накормить, а другой говорит из-за того, что возможен вот этот самый симпон. Каким образом, это отдельный вопрос. У рабов симпона нет, а у девушки симпон может быть. То есть получается, что симпон – это выявление либо телесных недостатков, либо ментальных недостатков. У рабов этого нет, потому что телесные недостатки все налицо. Возможно, что и у девушки тоже, которые берут жены, телесные недостатки налицо. Вот ментальные недостатки, они вполне возможны. И тогда, значит, проблема в чем, что если она ест труму какое-то время, а он потом отменяет этот самый брак, то получается, что в тот период, когда она ела труму, она ела ее неправомерно, потому что брак как бы ретроактивный, оказывается, отменен. И поэтому мудрецы запретили ей труму, подождать, пока, значит, окончательно не будет, не вступит брак в силу. Ну, а другой вариант – это когда, значит, она накормит своих родственников тем, чем не надо. И Кабейнайгу, нам говорят, да, с точки зрения закона, между ними есть следующая разница. И эта разница формулируется в виде такого мнемонического правила Кибель Масар Вегалах. Кибель имеется в виду, что принял на себя жених не отменяйте души задним числом. Я сказал, никакого симпона не будет, не знаю, обнаружатся у него ментальные проблемы, не обнаружатся ментальные проблемы. Я все, беру ее в жены и обязуюсь этот симпон не выдвигать. Если так, то тогда с точки зрения того, кто настаивал на симпоне как причине того, почему она не может есть, эта причина отпадает, и тогда она может есть. То есть, тогда получается, что Рабиуда Бентера запрещает есть трубу, потому что она накормит родственников у него симпон ни при чем. Раби Йохан как раз разрешает, он говорит, ну раз он обязался не отменять договор, значит, тогда она может есть трубу. Второй случай Масар. Масар, это отец передал помолвенную дочь посланцам жениха. Если он передал, то она не находится уже в доме своего отца и не может никого накормить. Поэтому, если у нас есть опасения симпона, то она не может есть, и поэтому Йоханом бен Бакбак запрещает ей струбу, а Рабиуда Бентера разрешает, потому что она не находится в доме своего отца. Ну и тот же самый случай, если, значит, он пошел, пошел посланец отца, имеется в виду, вместе с посланцами мужа, который тот послал за вот этой девушкой. В этом случае тоже, так же, как и в предыдущем случае, значит, она не находится в доме отца, и поэтому Рабиуда Бентера по идее должен ей разрешить есть труму, а Йохану бен Бакбак, который говорит, что симпон, симпон, это отмена, отмена здесь может работать, несмотря на то, что она находится не в доме отца, и тогда, значит, ей все равно ту самую труму нельзя есть, потому что мы опасаемся, что будет вот этот самый симпон. Ну вот, собственно говоря, это концовка, которая, ну, о чем нам может дополнительно сказать, да, то есть, если, опять же, мы беремся за наше обычное упражнение с метафорическими какими-то попытками метафорического прочтения, во-первых, здесь важно, мы про это говорили и в прошлый раз, во-первых, важно сопоставление, да, сопоставление нееврейской девушки с еврейской девушкой, то есть, по сути дела, противопоставление Израиля и народов мира относительно того, в каком качестве они могут взаимодействовать с Богом, получается, что народы мира могут взаимодействовать только в режиме господин раб, народ Израиля может и в этом режиме взаимодействовать и в режиме жены, тем не менее, здесь есть определенного рода параллели, эта параллель указывает на то, что потенциально, может быть, и народы мира могут иметь такого рода отношения, но когда, то есть, если, например, это, если говорить про половой акт, например, половой акт с нееврейкой не приводит к тому, что она может есть трубу, то есть, она не оказывается в зоне священнической, если народ Израиля это, собственно говоря, народ священников, но какие-то другие процедуры, какие процедуры, процедуры, например, геюра, если он совершает геюру, потом на ней женится, тогда другое дело, тогда, собственно говоря, становится полноценной женой и тоже может есть трубу, но взаимодействие идет иным образом, с народом Израиля получается, что ситуация такова, что полового акта, как бы мы его не осмысляли, но мы уже много раз говорили, что в Толмуде он осмысляется просто как дарование Тору, то есть, вот если Тора глаз Бога, уподобленный фалосу, звучит с небес и народ Израиля это слушает и так далее, это, собственно говоря, и есть этот самый плават, а вот если другие народы слушают этот, тот же самый глаз, то это не работает, да, не работает по каким-то, по целому ряду причин, да, например, потому что не было вот этого самого Иерусина не было и не было приведения, да, этой самой нееврейской девушки к тому состоянию, в котором это сработало, но перспектива такая, как бы помечается, открывается, да, то есть, сопоставление и есть, и нет, то есть, есть и сопоставление и противопоставление, теперь по отношению к тому, что можно взять и другого рода у нас метафора есть одна, действительно, взаимоотношения Бога и народа Израиля есть метафора другая, о которой мы тоже говорили, так она народ Израиля, наоборот, взаимодействует с Торой, и Тора является его невестой и девушкой, да, и здесь тоже есть определенного рода возможности того, что же, собственно говоря, происходит, да, взаимодействие со мной стороной взаимодействия с Торой, как с вот этой самой девушкой, с другой стороны, взаимодействие с чем? Взаимодействие с чем-то, что является, ну, Торой в кавычках, да, то есть, не Торой, которая тоже является, мы могли бы на современном мире это тоже называть Тора, Тора – это учение, да, то есть, есть некое учение, и взаимодействие с этим учением не приводит к браку, так сказать, да, то есть, не приводит к тому, что это учение становится учением сакрального свойства, а если говорить про Тору, то здесь такого рода взаимодействие как раз к этому приводит, ну, и, например, если говорить про вот эти две причины, которые в конце разбираются, да, этот симпон или же возможность накормить кого-то не тем, чем нужно, эти причины, они на самом деле оказываются в принципе разведенными, то есть, это два разных фокуса, один фокус, это фокус который связан с самой девушкой, а другой фокус, это фокус, который связан как бы с юношем, с женихом, то есть, вопрос в том, жених может отказаться, и такая возможность как бы есть, да, то есть, когда брак еще неполноценен, ну, и мы опять же по-разному можем это метафорически понимать, да, то есть, неполноценен, что вот так дарование Торы это является чем-то, что похоже на ирусин, но нет еще кедушин, нет еще хупы, а хупа свершается, например, тогда, когда Моисей приносит скрижаль завета, вот это хупа, то есть, это все длительный период, период, когда брак становится полноценным, или же исход из Египта можно попытаться осмыслить как ирусин своего рода, а как раз дарование Торы на горе Синае это как бы как кедушин, но сам этот процесс, он процесс, который может быть осмыслен как процесс, который может прерваться, то есть, он может быть прерван, ну и поскольку мы уже говорили много раз, что этот процесс, он является процессом историческим, он является метаисторическим, то есть, происходящим как бы каждый раз, каждый раз мы выходим из Египта, каждый раз мы получаем Тору, каждый раз, например, то есть, циклы определенные, и поэтому можно осмыслять это как бы и как некую актуализацию, вот сейчас наша ситуация она такова, что мы находимся в режиме как бы законной супруги, это можно быть и на индивидуальном уровне, а на коллективном, понятно, что метафора на коллективном уровне, но тем не менее взгляд может быть и субъективным, мы находимся в режиме помолвленной девушки, мы находимся в режиме законной супруги, и если так, кто внутри этого нашего сообщества есть те, кто, то есть, оно иерархизировано, то есть, сообщество, оно оказывается тоже в некоторой иерархии, так же, как и народ Израиля по отношению к остальным народам, и тогда кто-то может вкушать сакральные плоды, а кто-то не может вкушать сакральные плоды, и вот этот, собственно говоря, мотив, он здесь присутствует, да, и вкушение или не вкушение зависит от кого, зависит от поведения девушки, которая случайно или специально может накормить не того, кому нужно, или оно зависит от жениха, который может отменить этот самый брак, отменить эту сделку, которая не похожа на покупку раба, от раба он отказаться не может, да, просто в этом смысле у меня урок, урок. Ну, и вот эти три варианта, да, они каковы? Давайте принял на себя жених обязательства не отменять. То есть, ну, есть вариант такой, да, что жених говорит, я беру эту девушку, что бы там дальше ни было с ней, какие бы ментальные проблемы не возникли, я ее беру. И тогда, тогда она может с точки зрения по одной из линий, тогда она может есть трубу, и как бы она оказывается в режиме, да, то есть, оказывается вот в этом самом поле в сакральном пространстве, да, то есть, она принимается в это сакральное пространство целиком, если он наперет на себя такие обязательства. Здесь любопытно, что использовано слово кибель, да, то есть, вообще-то говоря, если мы метафору все тоже используем, то кибель народ Израиля, каббалата Тора, да, то есть, кто принимает Тор? Народ Израиля вроде бы, а здесь, помимо всего прочего, получается, что может ли каббель и тот, кто дает, тот, кто дает, он может еще и получить, что значит получить? Он может принять на себя вот такого рода, такого рода обязательства. Ну, и это как бы тоже отдельный такой теологический вопрос, принял Бог такое обязательство на себя или не принял такое обязательство на себя. А другие два варианта, это передача. То есть отец передает помолвленную дочь посланцам жениха. Или наоборот посланец отца идет с посланцем мужа, который тот послал за усой. То есть здесь у нас возникает треугольник определенный. У нас есть отец, у нас есть жених, у нас есть девушка. И если мы пытаемся опять же каким-то образом осмыслить этот треугольник, а кто же тогда отец, если народ Израиля это девушка, а кто же тогда отец? А жених это Бог, а кто же тогда отец? Что может являться отцом? Я уже говорил об этом, но помню, что когда я говорил о возможности смерти мужа и так далее, то есть мы говорили об определенных образах, обновляющихся образах того, что можно было бы назвать Богом. И по сути дела вот такого рода процедура, то есть процедура передачи от отца к жениху, это собственно говоря вот такого рода смена. и посланец Моисей, да, как посланец, который выполняет как бы эту миссию, который ведет, значит, можно, конечно, под отцом понимать и некого коллективного братца или что-то в этом роде. Есть какие-то варианты иные прочтения этого, но так или иначе, это другая совсем история, да, то есть это история, когда девушка покидает, да, то есть она отрывается от своего несакрального пространства, у нас речь идет про Каэну, да, то есть она выдается за Каэну, вот она отрывается от своего несакрального пространства, и тогда как бы этого достаточно для того, чтобы она могла есть трубу и приобщиться к этому сакральному, несмотря на то, что она еще не является полноценной женой. Канадская рабыня, от Люба спрашивает, знаешь, Канадская рабыня, купленная, входит в сакральный статус, да, да, получается, что так, да, то есть народы мира, которые признают себя, признают себя, или, да, то есть здесь отдельный вопрос, которые признают себя рабами, это в каком смысле в наеновых, да, то есть они оказываются неожиданно в более выгодной ситуации, им проще оказаться в режиме сакрального пространства, но другое дело, что там есть все равно различия определенные, да, одно дело жирное, другое дело рабыня, но но тем не менее, ее это же, собственно, как Альва Хомер, который и пытался построить, да, у нас про Биуда Бентера, он говорит, посмотри, как у нас карабыня, раз и в дамках, а что ж ты хочешь, а девушка, да, вот это, да, не так, что ли, да, не так, оказывается, что не так, то есть сложнее оказаться в этом самом сакральном статусе, да, как раз как бы еврейскому народу или части еврейского народа, чем народом мира. Ну, хорошо, теперь я думаю, что мы, в общем, завершили этот фрагментик, можем перейти к следующему, я говорил уже, что следующий фрагментик, он носит более технический характер, там много идет разговоров про разного рода деньги, ну, сейчас мы увидим, вот он начинается здесь, учили в нашей Мишне, женщина приобретается БКС, при помощи денег, и тут есть спор, Бэйча Мэйм Рим, Бедина, это у нас отсылка, собственно говоря, к Мишне, да, можно угнуться к Мишне, еще раз все, видите, Бэйча Мэйм Рим Бедина, Рубешавэдина, у Бэйдгилэлям Римбэпфрута, у Бэйшавэпрута. Такой спор между Бэйча Мэйм и Бэйдгилэлям, одни говорят Динар, другие говорят Прута. Давайте я сейчас выведу на экран такую табличку, я, к сожалению, не смогу ее держать, эту табличку все время, но мы на нее посмотрим. Может, я не знаю, я могу давай вывести. Значит, вот у нас табличка с разными монетками, это из введения в Толмокс, Штензальца, есть такие вот картиночки, есть забавные. Значит, вот у нас эти денежные единицы и таблица их соотношения. Вот Прута. Прута, например, Исар, как мы называем, это 8 Прутот. Фундаен, 16 Прутот. Мэа, 32. Истер, или Истера, 96. И Динар, 192 Пруты. Один Динар, это 192 Пруты. Видите, это, собственно говоря, две крайние позиции в этих самых монетках низкого достоинства. Здесь еще монетки высокого достоинства. Там есть Сэла, есть Мане, есть Кикар, то есть есть более крупные монеты. А это монеты низкого достоинства, такие, которые находятся в ходу. Но Динар здесь самый серьезный. Динар самый серьезный, а Прута вступит. В общем-то, 192 Пруты, это Динар. Вот она, маленькая Прута. Она медная, кроме всего прочего. А Динар, он бывает золотой Динар, бывает серебряный. Ну, вот такая вот, как бы, общая картинка. Надеюсь, что она нам чем-то поможет. не взглянули, по крайней мере. И вот, Бейт Шамай говорят, что Динар, а Бейт Шамай говорят, достаточно крутые. То есть, они заняли в этом смысле крайние кондиции. Ну и в чем смысл Бейт Шамай? Почему они предполагают, что нужный Динар? Нам говорится следующее. Амара Бизейра Шекен Иша Макпедиталяцмар Потому что женщина, она как бы соблюдает себя, глядет себя, ценит себя. Что это такое? Прута. Прута – это самая мелкая монета медная. Что же у нас женщина вот так вот какую-то пруту должна себя, так сказать, выдавать замуж? Нет. У нас должна быть самая крупная из этих средних, по крайней мере, монет. В Эдмит Кадеш и Бефаход Мединар. Здесь, естественно, у нас возникает целый ряд вопросов, что значит, за сколько хочется, за столько, и это самое, если она, ладно, норм, я предлагаю ей пруту, она говорит, хорошо, я тебя замуж за пруту, но нормально, но получается, что Бейт Шамай говорит, что нет, дело даже не в том, что дело не в желании женщины, хотя говорится, что теоретически женщины себя ценят, они говорят, что давайте мы будем ценить женщину, в каком смысле мы будем ценить женщину, установим минимальную плату динар. ну, если женщина там скажет, что да, я хочу, там, и так далее, ладно, но в принципе минимальная стоимость динар, то есть они говорят, давайте установим такое вот правило. и дальше там он, собственно говоря, примерно в этом же направлении тоже мыслит. И на это как раз Абай говорит, ну что, тогда получается, что это зависит от того, как женщина себя ценит, если ты сказал, что женщина как бы блюдет себя, но если женщина блюдет себя, то тогда мы должны каждый раз относиться с тем, насколько она себя блюдет, ну, например, вот есть дочери Раби Яная, богатый человек, они себя очень высоко ценили, и они не соглашались быть посвященными меньше, чем за корзинку, три кава золотых динаров, и что, по их поводу ты скажешь, что если, например, одна из них притянула руку, приняла один ЗУС, ЗУС это меньше, чем серебряный динар, от кого-либо, то это не считается кедушин, то есть, в принципе, мы знаем, что дочери этого Яная, они только за корзинку золотых динаров, и тут приходит какой-то принц прекрасный, замечательный, и предлагает одну из этих дочерей серебряный динар, один, она говорит, окей, давай, их тоже тогда не будет кедушин, из-за того, что они себя так ценят, у них такая типа планка, такая самооценка, как здесь переводчик написал, значит, сумма кедушин не зависит от женской самооценки, он написал, я не говорил про то, что она исконяшивая, если она протянула руку и приняла, то все нормально, даже школа Шамая считает, что если женщина взяла одну пруту, как говорит Иль, и она посвящена, если она согласилась, но когда речь заходит про женскую самооценку, он говорит, то я имел в виду следующее, декидша балайла, начинаются сюрреалистические эти самые, что он ее ночью решил посвятить, и она не видела достоинства монеты, и нами, дышав и шалев, или когда назначила посланца, тот взял деньги кедушин, посланец пошел, вымылали меньше динара, и он деньги принял, не получив кедурительных указаний, и подобные случаи имели в виду мудрецы школы Шамая, когда сказали, что такова природа женщины, себя ценят и не согласны быть посвящены при помощи предмета стоимости меньше динар. То есть, что нам сейчас, по сути дела, что проделал Талмуд, да, Талмуд исключил субъективную оценку, в том смысле, что Бейджа и Майк говорили не о субъективной оценке, они говорили о неком правиле определенном, это правило работает когда? Оно работает тогда, когда этой субъективной оценки нет, потому что субъективная оценка, пожалуйста, женщина может сказать, все, хоть за деревяшку пойду замуж за этого красавца. И все нормально, тогда она кедушина есть кедушина. Но, если у нас есть, вот привели два примера, ночь или посланец или еще что-то, если есть некоторые сомнения относительно того, принимает женщина предложение или не принимает, то правилом является динар. Динар нормальный, если посланец получил динар, в тот момент, когда получает посланец, она кедушит. А если посланец получает меньше динара, говорят бейт-шамай, то она ломик кедушит. А с точки зрения бейт-илейля, с точки зрения бейт-илейля нормально, потому что меньше монетки, чем прута, нет. Сколько бы он не получил, она ломик кедушит. То есть если она назначила посланца, говорит, да, да, хорошо, я тебе доверяю, давай, парни этого я знаю, значит, осуществи этот кедушин. Если не оговорено с женщиной конкретно интересующая ее плата за вот этот самый акт, то динар, говорят внецы школы шамре, то есть поднимают на самый высокий уровень ту сумму, которая является суммой по умолчанию, так я бы сказал, да, то есть сумма по умолчанию это динар, а не круто. Ну, хорошо, это, в общем, более-менее понятно, хотя сами случаи, да, они немножко странные, ну, что значит ночью, ну, так спроси, сколько ты, что ты мне даешь, там, или с посланцем, так скажи, сколько, какую сумму ты хочешь и так далее. Но, тем не менее, есть вот такая вот сумма по умолчанию, которую объявляют Бейджамай. проблема, почему-то он вот обсуждает мнение Бейджамай, потому что мнение Бейджилэля, оно понятно, мнение Бейджилэля, оно вообще любует, неважно что, то есть прута это самая мелкая штука, то есть, по сути дела, не говорят, важен, чтобы был бы акт, то есть акт, который похож, не тождественный, но похож на куплю-продажу, он является чем? Он является, собственно говоря, символическим актом, кинушин, то есть помолвки, или опять же, каждый раз, когда мы говорим про, возникает вопрос, это помолвка, или это уже свадьба, это тоже разбиралось, но так или иначе, вот этот акт, он, с точки зрения Бейджилэля, он является чисто символическим, то есть здесь нет ничего дополнительного, а вот Бейджилэ нагружают этот акт еще и определенного рода стоимостью, которая подчеркивает вот эту самую Ишамак, Пэдэта Ля Цима, то есть не очень понятно, как это хорошо перевести, ценит себя, ну, как здесь переведено, нормально, наверное, можно перевести. Ну, хорошо. Раби Иосиф Амак, теперь Раби Иосиф говорит, Та Амай Гудебет Шамай, Кеды Раф Иуда Амара Фаси, Та Амара Фиуда Амара Фаси, Коль кесиф Амур Бетура, кесиф Цури, Бешель Диврегем, кесиф Метина. Раби Иосиф предлагает другой вариант, предлагает другой вариант понимания вот этих самых шамаевцев, да, мнения дома Шамаева. Он говорит так. Где он у нас? Вот оно все, вот здесь. Второе объяснение как-то объяснение. На самом деле имеется в виду, что имеется в виду, что вообще говоря, деньги, которые по меня упоминаются в Торе, то есть даже не деньги, а само понятие кесиф, мы как деньги, но в общем имеется в виду, что слово кесиф, которое употребляется в Торе, имеется в виду кесиф Цури, города Цор, цорские серебряные монеты, которые, считалось, эпоху Талмона обладали той же стоимостью, что и во времена получения Торы на Синае. То есть именно такое количество серебра должно присутствовать в шекелях, о которых говорит Тора в законах посвящения в храм, там и так далее, выкупы первенца и прочее. То есть когда в Торе говорится про деньги, имеется в виду вот эти вот особые деньги, цорские, которые являются серьезными. серьезными. Но те деньги, что упомянуты в постановлениях мудрецах, то есть в Талмуде, в Мишне, в Барайтах, это кесоф Медина. Это монеты страны и их эпохи, которые по стоимости ценились как одна восьмая часть вот этих цорских денег. И поэтому кедуши, на которых в Торе сказано, деньги не могут быть равны медной пруте, так как в Цоре не было медных монет вообще. И поскольку кедушин нельзя сделать пруту, и для посвящения требуется нечто более ценное. И поэтому по мнению школы Шахмая мудрецы постановили, что посвящать можно как минимум Динара. То есть объяснение Рафаси оно какое? Ну, извиняюсь, не Рафаси, Рабь Йосипа, да? Объяснение Рабь Йосипа таково, что на самом деле Мэй Шахмая, они просто имеют в виду Писание, да, то есть они хотят быть близкими к Писанию. Хотя на самом деле в Писании ведь нигде не сказано, что ее можно посвятить с помощью денег. Помните, как у нас это учится? Киха-киха, да, то есть взятие и взятие. За деньги кто берет что? За деньги Авраам берет и покупает пещеру Махпеву. И отсюда, поскольку сказано, что и возьмет мужчина-женщину с помощью этого кзира-шава, так называемого, да, то есть там взятие, здесь взятие, там взятие за деньги, а здесь тоже, значит, взятие должно быть за деньги. То есть опосредованным образом Талмуд выводит, что деньги присутствуют во взятии женщин, то есть посвящение женщине, когда мужчина посвящает женщину, должны присутствовать, могут присутствовать, не должны, но могут присутствовать в том числе и деньги, как у нас, собственно говоря, в предыдущих судьи это прояснялось. И вот шамаевцы говорят, что если речь идет про деньги, то тогда это деньги, о которых говорит Тора, а деньги, о которых говорит Тора, это не те деньги, которые сегодня, и поэтому невозможно, чтобы мы с помощью шупруты, медные монетки каким-то образом женщину посвящали, нужно следовать тому статусу денег, которые обозначены в Торе. Ну, на это пока нам ничего не говорят. Нам предлагает Алмуд Гуфа, как всегда, к телу. Давайте обсудим само высказывание. Самое высказывание таково. Амара, бьюда, амара, баси, коль кася вамургутура, кася в цори, в шальдиврэгэм кася в метинах, в их лалаху. И что? Действительно, мы отсюда действительно можем вывести вот это правило, что действительно, когда Тора говорит про деньги, она имеет в виду именно серебро, вот это цорское цель, серебро. Ну, вот же, да, вэгарэй тана. Вот же, на самом деле, есть у нас такие примеры. Вэгарэй тана дэхтиф кейтэн ишэльрээгу кэсэ фухили. Блишмор. Вот у нас есть такой стих. есть тана, то есть утверждение. Утверждение человека, который должен человеку другому деньги или потому, что тот не вернул ему или потому, что залог забыл. и кто-то, кто вот человек выступает как истец, он говорит, о, мне должен там 100 монет. Тот отвечает, нет, я не должен 100 монет, я должен 50. это называется модемик ца-та-та-ана. Такое есть правило, что если человек соглашается с частью утверждения истца, то он не может просто так, то есть у нас есть презумпция невиновности, то есть я сейчас прихожу, я говорю, ты должен мне 100 монет, вот этот Петя должен мне 100 монет. Петя говорит, нет, ничего не должен. Если Петя говорит, нет, ничего не должен, то тогда я, как истец, я должен привести какие-то доказательства, потому что у нас есть презумпция того, что у нас чего вдруг Петя должен. А вот если Петя говорит, да, я должен, но должен 50, тогда презумпция невиновности отпадает, и теперь Петя не может просто так освободиться, и я тоже не могу из него сотню вытащить, но и он не может просто так освободиться, и он должен поклясться, что это так, то есть это решается с помощью клятвы. И вот такая ситуация, она называется моде бекца татана, то есть человек, который соглашается с частью требований истца. И вот у нас написано, написано у нас в книге Шмот, что, значит, написано так, то есть, если я даю человеку деньги или какие-то предметы для того, чтобы он их сохранил, и было украдено у него из дома. И он, типа, говорит, ну, ничего не знаю, да, там, то есть, все, пятое, десятое. И дальше говорится, что пусть до судей пусть дойдет слово этого и другого, и судей пусть рассудят. И оттуда как раз учат, что вот этого человека, который, значит, говорит, ну, типа, украли у меня, то есть, все, пятое, десятое, он, оказывается, согласен с частичным, ну, то есть, он же не отрицает, что у него эти вещи находились, он говорит просто, что украли их. То есть, он должен, но он не виноват, украли, да, то есть, возможно, что что-то должен вернуть и так далее. В любом случае, его обязывают поклясться. Это называется клятва судьи, которые судьи заставляют произнести того, кто согласен с вот этой самой частью, ну, то, что я объяснил. И что? И то она, она, требование ИСА касается суммы не меньше двух серебрян. Штейкесе. Ве аудаша, ве прута. А частичное признание ответчика, тогда может, например, касаться суммы, равной одной прути. То есть, если я говорю, Петя должен мне две серебряных монеты. Петя говорит, да нет, я должен одну медную. Он все равно согласен, да, он все равно согласен. И он должен поклясться, то есть, его обязывают поклясться, что это то, что он должен не более того. Что отсюда мы видим? Отсюда мы видим то, что, несмотря на то, что в Торе написано кесев, ведь написано ки-тен ишель-ре-егу кесев-охилин. Даст он ему на сохранение кесев, то есть, серебро, или какие-то сосуды, какие-то предметы. и несмотря на то, что в Торе сказано кесев, мы не говорим, что это кесев-цори, потому что, если это кесев-цори, то тогда, собственно говоря, мы не могли бы сказать, что человек соглашается частично, он частично может согласиться только тогда, когда он говорит про кесев, то есть, тогда он должен согласиться с вот этой минимальной суммой, а минимальная сумма, это тогда будет вот эта самая кесев-цори, которая в 8 раз больше, чем прута. Вот она здесь написана нам, что она от нашей стая-динар, это серебряная монета цорская, она самая мелкая, он не может согласиться, потому что меньше просто нет монет, если в Торе меньше нет монет, то он не может согласиться с тем, что у него не было это. Сегодня мы можем как угодно дробить и говорить, что я должен столько и столько, потому что там банки перевезти и так далее, а тогда у нас в общем все наглядно, то есть дал две монеты, значит дал две монеты, я как могу сказать, могу сказать только, что я одну взял, не две, а одну, тогда у меня частичное согласие, но это одна, она все равно должна быть вот этой серебряной монеты, она не может быть медной, потому что медных просто нет. И отсюда, что нам, собственно говоря, хотят доказать, хотят опровергнуть, опровергнуть вот то утверждение, что когда в Торе говорится про серебро, про деньги, то это обязательно цорская серебряная монета. Вот из этого закона, который нам сейчас привели, вроде бы получается, что нет. потому что, вроде бы нам известно, что если человек говорит, да, я должен ему прутул, значит он все равно обязан заплатить, значит нет. И что, ответ. Теперь пытаются, теперь там он пытается вернуть все-таки это утверждение, к его полноте. Мы его подвергли сомнению, а теперь нам говорят, нет. А там думья да келим, ма келим шнайм, а в кесов шнайм, у ма кесов да вархашув, а в келим да вархашув. Нам говорят, что нет, там другое дело. Потому что, когда вот эту клятву, которую накладывают судьи, а то деньги уподоблены вещам, вот этим келим. И в стихе сказано деньги или вещи. Отсюда мы делаем вывод, что как вещи две и не меньше двух, минимума двое штат множественного числа, да, это обычный прием, да, поскольку множественное число, Мудрецы Талмуда рассматривают его как двойственное. Также и монетки тоже, кесов шнайм, так и денег не меньше двух монет. И если просто деньги, это одна серебряная монета, то наш стих говорит о деньгах с вещами, указывает на две, например, ма, а, да, то есть две монеты. И тогда слово деньги в случае клятвы судьи сопровождается особым указанием, что говорит об исключительности этого самого правила. То есть мы возвращаемся к утверждению того, что да, действительно, видимо, речь идет про монеты и про монеты цорские, но в случае вот в этом здесь другая немножко история, потому что у нас есть и кесов, и келим, и деньги, и вещи, и поэтому действительно здесь человек, который с чем-то соглашается, он может согласиться в общем-то с любой оценкой, да, в каком-то смысле. Почему? Потому что у меня вещь может стоить и меньше, она может стоить меньше, чем одна монета и так далее, да, то есть, например, может стоить полмонеты, может стоить треть монеты и так далее. И поскольку у меня есть соотношение между вещами и монетами, то здесь необязательно требовать, чтобы деньги в этом стихе конкретно были цорскими деньгами, или даже если они цорские деньги сами по себе, то согласие того, кто частично согласен с утверждением исца, оно может быть меньше, меньше, чем эта самая цорская монета. Почему? Потому что здесь присутствуют еще вещи. Отбились. Не знаю, как у вас там, вы отбились или не отбились, но в общем вот такая как бы если не отбились, то спросите, да, то есть если не все понятно, то давайте объясню. Я говорил о том, что это более технический, более технический момент. Ну, хорошо, нам приводят следующее, второе возражение, против вот этого правила Раби Аси, что любые деньги, помянутые Торой, это среди монитор 40. Вот же написано по поводу выкупа плодов второй десятины, когда их трудно нести в Иерусалиме. И дай в виде денег, то есть выкупи вторую десятину, отменяв ее на деньги, и возьмите деньги в свои руки. То есть по поводу Маасэр, вот эта вторая десятина Маасэр Шини, это что? Это то, что нужно принести в Иерусалим. Ну, а как я принесу в Иерусалим? Если у меня огромное поле, урожай, две тонны яблок, отделяю десятину и до Иерусалима переть и переть. Поэтому что делают? Продают это, то есть продает эту десятину отделенную, берет деньги за эту десятину, эти деньги, с этими деньгами человек едет в Иерусалим, и в Иерусалиме на эти деньги покупает те же самые яблоки, какие-то другие фрукты или отдает в храм, приносит храм, или может быть просто сам отдает эти деньги взамен вот тем фруктом, который он поменял на эти деньги. И что? И учили в Мишне. Гапурет села мимоот на свершине. Меняет на села, а так называется серебряная монета равная по стоимости 4 динара или 768 вот этих самых медных пруд второй десятины. То есть получается, что можно разменять мелкими монетами. И когда их накопится, можно поменять их на села, чтобы легче было нести в Иерусалим. И отсюда мы видим, что вторую десятину можно выкупить медными деньгами, то есть хотя в Торе написано деньги. Здесь говорится не о серебряных деньгах, вроде бы по правилу Рабиаси, а о деньгах более мелких. Здесь на самом деле происходит своеобразная подмена. Какая подмена? О чем говорится в самой Торе, мы же не знаем. Тора говорит, и сама Тора не говорит про то, что можно разменять и так далее. А кто говорит, что можно разменять? Это Мишна говорит, что можно разменять. И поэтому мы могли бы сказать, так это Мишна просто нам же сказал Рафаси, что в Торе говорится только про эти деньги, а Мишна может говорить про другие деньги. Но на это можно возразить следующее, что Мишна знает, что в Торе речь идет только про эти деньги, и тогда Мишна не стала бы говорить, что нужно менять. Раз Мишна говорит про то, что можно разменять, то значит Мишна не предполагает, или автор Мишны не предполагает, что деньги это только деньги цорские. Вот как бы ответ. Могли бы сказать, что здесь манипулирует нами, потому что приводит не только цитату из Торы, но и цитату из Мишны. Мишна это источник уже более поздний. Но тем не менее, Майкл включен микрофон. Я тоже вам приятного аппетита. Думаю, что подкрепиться нужно в такой момент серьезный. Ну, теперь ответ Гемары. Гемары отвечают на это. В законе Торы о второй десятине вместо кэсов несколько раз написано хакэс эти деньги, которые играют роль определенного артикля, хотя можно написать без него и возьми деньги в свои руки. И тем самым Тора добавляет способы выкупа плодов второй десятины. Что это можно сделать даже прутой. Но там, где нет особых выхазаний, слово деньги указывает на серебряный монет цорн. Что происходит? То есть нам приводят одно опровержение, сняли. Почему сняли? Потому что там деньги вместе с вещами. Здесь тоже деньги, но нет, здесь не совсем деньги, здесь хакэс с определенным артиклем. Если определенный артикль указывает на возможность дробления этих денег, а если они без определенного артикля, то уж точно это деньги цорские. Вот еще и третье возражение. вот написано по поводу посвященного пользу храма имущества, которое владелец хочет выкупить. Венатана кэсэф вэкамлу и даст эти деньги и будет оно принадлежать ему. И Гемара пересказывает этот стих, если будет освобождать поле тот, кто его посвятил, то пусть прибавит пятую часть твоей оценки и будет выкупленное поле принадлежать ему. То есть речь идет о выкупе имущества из посвященного в обычное. То есть если я имущество посвятил храму, а потом хочу его обратно вернуть, я должен добавить пятую часть и выкупить его. Но при этом сами деньги, с помощью которых я выкупаю, они теперь так же, как и фрукты на совершении. То есть у меня были фрукты, которые являются храмовыми условно, или принадлежащими храмовому пространству, сакральному пространству. Я их продаю, выкупаю, у меня теперь деньги, деньги теперь принадлежат храмовому пространству, потом я не иду в Русалим и там с этим обращаюсь как следует. Точно так же и с полем, если я какое-то поле или стул, я посвящаю храму, он у меня становится принадлежащим храмовому пространству. Для того, чтобы выкупить, я его выкупаю, но деньги, которые я получил, они принадлежат к этому храмовому пространству. И сказал Шмаэль по поводу такого выкупа посвященная вещь, которая стоит сотню динаров, если ее выкупили, вещь, которая стоит всего одну пруту, то есть вот у меня стол, стол этот положим стоит 100 манья, я вместо стола вместо стола я сейчас встречу на вопрос, сейчас встречу, вместо стола я замещаю стол чем-то, что стоит гораздо дешевле и могу это сделать с точки зрения Шмуэля, я таким образом могу заменить один священный предмет другим священным предметом, при этом этот священный предмет у меня стоил дороже чем тот который я заменил и как говорит Раши нет здесь уловки или обмана которые отменяют сделку акт выкупа несмотря на то что Тора говорит о выкупе потребляет слово деньги получается закон разрешает выкупить посвященное имущество даже прутой что противоречит правилу права опять опять когда речь идет про пруту речь идет про талмадический закон а не про закон Торр вот Люба спрашивает почему буква Гей перед Кэссом говорит о том что можно разменять непонятно почему абсолютно говорят что просто слово потребление не таково как везде то есть она приходится когда говорит так везде где Тора говорит Кэсс это цорский Кэсс а там где она употребляет какие-то производные или приставки еще что-то такое то здесь может быть и по-другому на самом деле конечно же буква Гей никак не указывает на то что можно что-то разменять абсолютно ну и теперь ответ так же как и в предыдущем случае да теперь нам говорят ответ хатамнами то есть и там в случае выкупа посвященной вещи тоже почему закон позволяет использовать закон ингресов позволяет использовать монеты которые имели не только цорское происхождение почему потому что Кэсс Кэсс Ялев Мимасы на основе того что деньги деньги выводятся по принципу Зира Шава из второй деситы про которые мы говорили только что и поскольку выкуп второй десятины можно при помощи одной пруты то отсюда значит можно и здесь тоже применить то же самое то есть ну какое-то нагромождение вот этих попыток оправдать это правило Рафаси и не очень понятно почему Талмуд так настаивает на этом почему Талмуд так важно показать что Рафаси в каком смысле прав то есть что у нас происходит Рафаси сказал что Кэсс это цорский Кэсс писание нам приводят целый ряд примеров которых оказывается что мудрецы Талмуда не Тора мудрецы понимают некоторые стихи Торы так что это не цорские Кэсс потому что можно менять то есть опять и десятые нам привели пока три случая то есть первый случай это случай когда человек значит соглашается с требованием ИСЦА частично или он является сторожем которого украли и так далее и там вроде бы это согласие мудрецы Талмуда квалифицируют как согласие которое может быть меньше чем цорская Кэсс второе это Маасаршини тоже выкуп этого Маасаршини можно разменять эту сумму и так далее то есть получается что это слово Кэсс не указывает на нацорское происхождение с точки зрения мудрецов Талмуда и последний пример это Гэгдэш это посвященное храму которая тоже вроде бы с точки зрения мудрецов Талмуда может выкупаться суммой меньшей чем эти цорские Кэссс и ответ такой что здесь мы с помощью метода Кзираша учим почему-то про вот этот самый хэгдэш на основе Маасара слово Кэсс можно найти в Торе не только в отношении Маасара почему соединить нужно именно это нужно соединить чтобы оправдать вот этот тезис то есть у нас три попытки возражения они довольно серьезные эти попытки то есть прям показывают вот смотри нет ну и согласились бы да ну хорошо не всегда ну и что что это меняет ну посмотрем что это меняет подумаем что это меняет но пока вот такие три возражения и наконец последнее последнее возражение это последнее возражение оно как раз имеет отношение к нам выиграйки души Иша дихтиф. Вот написано по поводу кедушин женщины. Кейках иша увала. Это стих, который мы уже знаем наизусть. Если возьмет мужчину-женщину и будет с ней близок. Вагмар киха киха. Мы сады и фроны. И мы учили это из вот этого самого поля и фрона. И выводят по поводу кзира. С помощью принципа кзира-жала тоже. Взять, взять. Там нет денег, но здесь есть деньги. Там взять и здесь взять. Значит, здесь тоже деньги. И витнан. Бейдгилэль умрием. Можно ли кодеш бешавы прута? Видите, мы таким совершили такой длинный-длинный путь. Пришли к Бейдгилэль. Женщина при помощи прута тоже приобретается. И как видим из Мишны. Хотя написано в Торе деньги. Закон говорит о пруте. Не закон, а Бейдгилэль говорит. Не о серебряных монетах цора. Ну, можно что сказать. Нейма. Раф Аси. Де Амар Кэбет Шамай. Можно сказать, что Раф Аси, он следует мнению школы Шамая, которую отчеству женщинам можно посвятить как минимум при помощи динара. Да, ведь, собственно говоря, тот закон, который сейчас упомянут, это мнение Гилэля. Ну, хорошо. Теперь, на самом деле, неожиданно, хотя можно возразить, да, а как можно возразить? Ну, вот что он думает, как Бейд Шамай. Поэтому, собственно говоря, вся его, весь тезис, этого Раф Аси, он на самом деле шамайевский тезис и так далее. Но у нас закон-то следует моему мнению об Ромаилэля. И поэтому Раф Аси как бы оказывается немножко в странной ситуации. И тогда, наконец-то, он говорит, Нет, вот как надо все понять теперь. После всего вот этого четвертое возражение неожиданно оказалось переломным. Хотя здесь можно было что сказать, как раз право мнение Дуа Шамая. Тем не менее, он оказался переломным. И нам говорят так. И, он говорит, надо по-другому прочитать тезис Раф Аси. Он так сказал. Он сказал так, что любые деньги в установленном размере, кацув, деньги определенные, о которых говорит Тора, это серебряные монеты города Цор. Вышель Девраем, а то, что говорят милиции, когда говорят про деньги, то это имеется в виду КСФ Медина, то есть это деньги той страны, где они находятся. Ну, хорошо. И нам переводчик говорит, что Нижа Гемара приводит примеры установленной КТОРой суммы и плат, что касается законов, для которых Тора пишет просто деньги, не указывая конкретные суммы, например, на тему клятвы судей, выкупатора десятин, или посвящение имуществу, также денег и души, нет необходимости в деньгах. КТОРы. То есть, получается, что все предыдущие случаи привели нас к чему? Привели к тому, что мы все-таки сдались, Рафаси не это говорил, он говорил немножко по-другому. Он говорил, что если в Торе указывается сумма и говорится КСФ плюс еще какая-то сумма, то тогда это цорские деньги. А если просто так деньги, то тогда не обязательно цорские деньги. И тогда все вот эти, значит, предыдущие построения, в том числе буква Хейда или там Зира Шава, КСФ, КСФ и так далее, они все не нужны. Мы все это снимаем и говорим, что в этих случаях просто нет указания на сумму. И поскольку нет указания на сумму, то тогда оно может быть и не обязательно, слово КСФ может означать не обязательно цорские деньги. Ну, давайте попробуем вообще с этим как-то совладать. Что это, зачем это и почему. Почему так важно цорские это деньги или цорские это деньги? Какая разница? Ну, говорится о каких-то деньгах в Торе. Ну, хорошо, и что? Ну, этот вопрос, на самом деле, я оставляю пока открыт. Не знаю. Сейчас предположим, что мы не знаем. Но даже если мы не знаем ответа на этот вопрос, мы можем предположить, зачем все это было? Зачем вот эти все кружева, которые там сейчас нам сплел? Зачем он, собственно говоря, их сплел? Он их сплел, я думаю, для того, чтобы в очередной раз провести определенного рода сопоставление. И у нас речь идет о посвящении женщине. и те три случая, которые здесь рассматриваются, это три разных посвящения, по сути дела. С одной стороны, это взаимоотношения чисто экономические между двумя истец и ответчика. У истца и ответчика есть определенные отношения. И ответчик их не отрицает. То есть он говорит о том, что между нами есть какая-то связь. Между нами есть какая-то связь. И эта связь, собственно говоря, она заставляет нас применять какой-то специфический прием для того, чтобы расцепить эту связку. То есть это связка, которая является связкой чисто экономической. То, что касается массовершения, это что? Это отделение чего-то в сакральное пространство и попытка выкупить. Это выкупить для чего? Выкупить не для того, чтобы перевести это из сакрального пространства в профанде, а для того, чтобы на самом деле осуществить переход в это сакральное пространство. у меня нет физической возможности эту свою тонну яблок перевести в сакральное пространство. И для того, чтобы это стало возможным, я осуществляю определенного рода обмен. Этот обмен позволяет мне за счет этого обмена я ухитряюсь перевести пусть в новом виде это в сакральное пространство. А третий случай это тогда, когда я из сакрального пространства наоборот перевожу в профанное. И вот этот третий случай это тоже перевод, это тоже выкуп, но выкуп с другой целью. Это на самом деле не что иное, как прием, который позволяет меня перевести в сакральное пространство, то выкуп гэгдыша это наоборот это так сказать перенос из сакрального пространства в профанное. Собственно само слово здесь шехилило мэхулаль мэхулаль это профанное гэгдыш это сакральное а мэхулаль это профанное. И на этом фоне на фоне вот этих трех типов взаимодействия между скажем так первый случай это взаимоотношение между людьми а второй и третий случаи это взаимодействие между сакральным пространством и профанным они связываются или запараллеливаются сопоставляются с кедушин само слово кедушина гэгдыш они однокоримые естественно и тогда получается что вот в этой в призме этих в призме этих трех формул так я бы их назвал да то есть в призме этих трех формул у меня возникает своеобразные проекции на взаимоотношения между мужчиной и женщиной которые осуществляют этот самый акт кедушин поскольку это осуществляется за счет денег это экономические взаимоотношения где кто-то кому-то чего-то должен и связка является связкой экономической может быть да это переход из профанного пространства в сакральное ну вроде бы да потому что мужчина собственно на кедушин переводит ее в сакральное пространство но это сакральное пространство это его личное сакральное пространство и в этом смысле оно может быть как раз осмыслено как профанное пространство. А она как раз, которая принадлежит народу Израиля, может быть, как раз является принадлежащей сакральному, более сакральному пространству. То есть в одном смысле он ее посвящает, то есть сакрализует, а в другом смысле он ее профанизирует, может быть, то есть можно так понять. И не исключено, что, собственно говоря, не столько вот этот самый цорский деньги важны для Талмуна. То есть это зацепка для того, чтобы привести вот эти самые случаи и рассмотреть сам акт Кедушин сквозь призму вот этих случаев. И тогда, собственно, у меня возникает размышление относительно того, как с этим соотносится Кедушин. Ну, а то, что я сейчас собственно говоря попробую проговорить. То есть это похоже на это, похоже на это. Или это вмещает в себя все три аспекта, которые есть там, там на Сыршине и в этом, в этом, в этом. Они как бы собираются, возможно, в осуществление Кедушин, когда мужчина Кадыш Иша. Ну, на самом деле, это у нас история не закончена. Мы сегодня ее уже не закончим, но по крайней мере, я надеюсь, что некое, так сказать, когнитивное успокоение я внес, да, потому что, конечно, когда мы находимся в недрах Талмуда, его вот таких вот, это еще, конечно, не глубины, но мы немножко, можно сказать, по шею зашли. Так у нас все было по колено, да, то есть какие-то такие там перемежаются, агадот и так далее. Такого рода куски бывают и гораздо более удолжительными. И в них очень трудно существовать, потому что ты не понимаешь, что они хотят, зачем, да. Ну, и вот этот пример в очередной раз показывает, ну, я просто демонстрирую тот тезис, который я уже провозглашал многократно, да, что часто не тот вопрос, который рассматривается Талмудом, является важным, да, а важным являются те примеры или те сопоставления, которые возникают благодаря развертыванию вот этого спора. Иногда и спора, или выяснения, да, то есть рассуждения, которое не стремится к тому, чтобы получить как бы ответ, а стремится к тому, чтобы привести мне какие-то дополнительные примеры для размышления над той темой, которая является основной. И с моей точки зрения в Талмуде такого достаточно много, но можно, конечно, и упереться вот в эти цорские деньги. Мы попробуем в следующий раз все-таки как-то осмыслить этот факт тоже, потому что на этом Талмуд не останавливается, там задается следующий вопрос, да, и этот следующий вопрос мы зададим в следующий вторник. Если есть у вас какие-то вопросы, давайте. Если нет, то до следующего вторника. Да? Тяжело сегодня было. Ну, я говорил, да, сейчас у нас вот такой кусочек, он довольно тяжел. А почему именно этот город Сора, а не какой-то другой? Вот я же говорил, да. Это тот вопрос, который мы пока оставили открыт. Да, я... Ну, просто... Да. Тогда до свидания. Да, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok